Приветствую всех, друзья! На связи с вами Владимир Медведев, проект Elite InfoBiz. И в данном обзоре я бы хотел протестировать предложение от некого Артема Савельева, который предлагает нам зарабатывать на майнинге криптовалют от 20 тысяч рублей в день. И с этой целью перенаправляет нас на такой вот сервис под названием CryptoBot по своей якобы партнерской ссылке. Встречает нас вот такой вот сайт CryptoBot BitDroid версия 2017.07.22. Инициализация системы происходит, подключены все криптобиблиотеки в успех, и к нам с ними неимоверной скоростью начинают начисляться деньги. То есть, как вы видите, всего за несколько секунд уже порядка 20 тысяч рублей нам начислили. Необходимо нам ввести имя и отчество в форму ниже. Вводим. Жмем применить. Очень приятно. Продолжим работу. Так, ждем. Тем временем у нас уже 55 тысяч рублей. В общем, 55 тысяч рублей нам выделяют. Мы здесь зарабатываем. И просят нас ввести реквизиты для вывода денег. Для вывода выбираем Яндекс.Деньги. Медсчета. Применить. Яндекс.Деньги. Запуск программы по переводу. 55 тысяч рублей происходит. Запуск соединения. Так, ожидаем. В общем, еще что-то там происходит. И вот происходит ошибка. Для того, чтобы вывести средства, нужно создать особый криптовалютный кошелек за 89 рублей. Жмем пополнить баланс. И переадресовывает нас для создания этого криптовалютного кошелька для оплаты на форму заказов от сервиса ePay. Предварительно в самом каталоге сервиса я разыскал автора этого сайта и, соответственно, того, кто стоит за приемом этого платежа создания криптовалютного кошелька. Является им некая Крис Раунд Кристина Носова, которая уже несколько раз мелькала в наших обзорах. Занимается Кристина созданием мошеннических сайтов разнообразных. То есть то, что мы тестировали, не работало. В данном случае она принимает платеж на вот эти вот 89 рублей за создание криптовалютного кошелька. И далее еще целый ряд платежей с нас затребуют на этом же самом проекте на 490, 630, 780, 920, 120, 120, 370, 1580 и 1990 рублей. То есть все это нам дает основания полагать, что это все создано не для того, чтобы предоставить нам заработок, а для того, чтобы вовлечь нас вот в такую вот цепочку платежей и выманить как можно больше денег. Самое интересное, что если мы жмем по ссылке из каталога, мы попадаем прямиком на сайт этого Артема Савельева, откуда уже, соответственно, переходим на вот этот вот сервис, где нам выделяют 55 тысяч рублей. Что в свою очередь говорит о том, что и вот этот вот криптобот, точнее сайт этого криптобота и сайт вот этого вот Артема Савельева, на который мы изначально заходим и который нам рекомендует для заработка данный бот, по сути принадлежат одному и тому же человеку. То есть вот этой вот Крис Раунта. Создала она данную цепочку для того, чтобы мы более охотно верили в то, что это все работает и, соответственно, расставались с вот этими вот деньгами. В общем-то, я думаю, что и здесь и сейчас уже понятно, что маловероятно нам выведут какие-либо 50 тысяч рублей, но все же в качестве тестирования я произведу этот платеж на 89 рублей. Дабы не затягивать время записи этого видео, приостановлю запись пока что на паузу, оформлю и оплачу заказ, после чего продолжу и мы посмотрим, что нас будет ожидать. Обещанный вывод или же требование заплатить очередной платеж, по-моему, если я не ошибаюсь, там с нас должны будут потребовать 490 рублей. Создание криптовалютного кошелька мы успешно оплатили, нам выдали следующую ссылку, жмем. Здесь происходит создание криптовалютного кошелька. Ожидаем. Кошелек успешно создан. Выдаю динамический адрес. На баланс зачислено 89 рублей. И вновь запускает перевод на наш Яндекс.Кошелек. Успешно. Далее ждем. Здесь вот все уже происходит не как в видео, которое нам демонстрировал Артем. Идет какая-то проверка какого-то криптографического перевода. Естественно, происходит ошибка. И необходимо подключить криптографический перевод за 490 рублей, если жмем. Попадаем мы вновь на форму оплаты от сервиса ePay. Соответственно, если произвести вот этот вот платеж, далее с нас затребуют еще 630 рублей, 780, 920, 1000, 1300, 1500, 1990. И даже если вы произведете все эти платежи на общую сумму чуть более 7000 рублей, в конце концов, вам никто обещанных отсюда 55000 рублей так и не выведет. Поскольку данные сайты созданы не для того, чтобы раскрыть вам какой-то там секрет заработка и помочь заработать, а для того, чтобы заработать на вас. Поэтому, соответственно, я вам не рекомендую прислушиваться к информации на сайте Артема Савельева, переходить на вот этот сервис CryptoBot для заработка и проводить на нем какие-либо оплаты, поскольку в конце концов вы зря потратите свои деньги и вывода на 55000 рублей так и не получите. На этом данный обзор подошел к концу. Надеюсь, он оказался для вас полезен. Рекомендую вам подписаться на нашу новостную email-рассылку, для того, чтобы получать обзоры на подобные лохотроны прямиком на ваш почтовый ящик. Форму подписки вы сможете найти немного ниже данного ролика. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Владимир Медведев, проект Elite InfoBiz и до скорых встреч.